И в холод и в дождь фестиваль остинских пирогов и остинского сыра во Владикавказе. Как конкурсанты боролись с непогодой и чей сыр оказался лучшим. Кровь в помощь. Жители Беслана приняли участие в донорской акции. Жаркий хоккей. На ледовой арене состоялся второй открытый турнир по хоккею среди российских любительских команд на Кубок Алании. Судный день. Как судебные приставы праздновали День России. А также визит директора Федеральной службы судебных приставов России в Северную Осетию. Подробности узнаете прямо сейчас. 12 июня День России. Судебные приставы Северной Осетии отметили большим праздничным мероприятием. Визит главного судебного пристава Российской Федерации. Возложение цветов к подножью стелы Владикавказ, город воинской славы. Сложный велопробег от Владикавказа до Ольхотова, в котором участвовали в основном сами судебные приставы. Подробности узнаете в следующем материале. День России. Один из главных государственных праздников страны. Судебные приставы отметили его большим праздничным мероприятием, которое началось с велопробега по маршруту Владикавказ-Ольхотова. За рулем двухколесного транспорта оказались как профессионалы, воспитанники Федерации велосипедного спорта Северной Осетии, так и любители. Это сами судебные приставы. Также состоялось возложение цветов к подножью стелы Владикавказ, город воинской славы, сотрудников службы судебных приставов, сотрудников Главного управления МЧС России по республике Северная Осетия Алания совместно с администрацией города Владикавказ. Старт велопробегу уже дан. Велосипедисты, как и автобусы с судебными приставами, отправляются на празднование в Кировский район к мемориалу Ильхотовские ворота. Здесь состоялась церемония награждения медали Федеральной службы судебных приставов России за службу. Из рук Главного судебного пристава России Артура Парфенчикова награды за безупречную службу получили 49 судебных приставов по Северной Осетии, 8 по республике Ингушетия и 11 судебных приставов по республике Кабардино-Валкария. Хочу пожелать, чтобы мы гордились своей страной с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все больше, чтобы эту гордость мы передали своим детям и чтобы наши дети это приумножали. Конечно, хочется пожелать еще и чтобы каждый гражданин Российской Федерации в своей стране, на своей родине чувствовал себя комфортно, чувствовал себя защищенным. На праздновании Дня России присутствовал Сергей Такоев, председатель правительства республики, члены парламента, представители духовенства, ветеранских и молодежных организаций. Я хочу, чтобы страна, свой народ тоже верила, что это было едино, мощно и на веках. Хотелось бы пожелать, чтобы люди верили в свою страну, жили спокойно и самое главное, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранителями учреждениями протоиереи Тимофей Астаев от имени Владикавказской епархии наградил грамотой главного судебного пристава Северной Осетии Светлану Гацоеву за усердные труды во славу Святой Православной Церкви. В День России погода оказалась солнечной и жаркой, что не помешало Владикавказскому казачьему хору Терции, аналогу бурановских бабушек, все время развлекать публику песнями и танцами. Мира, добра, счастья и рабочих мест для молодых. Вам, чтобы была широко открытая дорога после института. Вас с удовольствием, чтобы везде приняли. Вам место, чтобы уже вас место ждало. Не вы искали, а чтобы вас место рабочее ждало. И здорово пожелать, и чтобы молодежь любила песню петь. Потому что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Вот вы сказали о песне. Можете исполнить хотя бы на 10 секунд что-нибудь из ваших? Мне казалось уже не дождаться В этой жизни воскресного дня А уже под завершение праздника велосипедисты наконец-то добрались до конечной точки своего путешествия. Уставшие некоторые даже с садинами на руках от падений, но зато очень довольны и проделанным путем. Конечно, все было хорошо, очень приятно. Белопублик был с трудностями очень маленькими такими. Были падения, были взлеты. Здесь же была развернута полевая кухня, где все желающие смогли отведать гречневой солдатской каши и фронтовые 100 грамм. С днем России! Крупный хоккейный турнир среди любительских команд Кубок Алании проходил в столице Северной Осетии уже во второй раз. Коллективы преимущественно с юга России порадовали зрителей бескомпромиссной борьбой и красивыми ледовыми сражениями. Шесть команд в жарких ледовых сражениях схлестнулись за главный приз турнира Кубок Алании. Несмотря на то, что проходит он летом, площадка в оптимальном состоянии. Так что настоящие мужчины могли продемонстрировать свой лучший хоккей. В своем первом ледовом бою Алания разгромила торнадо из Таганрога 8-1. А со старыми добрыми соперниками из Минеральных вод команда Вершина сыграли в ничью. Таким образом, наши хоккеисты получили право сыграть в решающем матче. Команда Родина из Волгограда соперник Владикавказской дружины уже в середине первого периода вел в счете 3-0. Но хозяева льда не пали духом. Переломили ход игры и даже вышли вперед. 4-3. Затем уже гости забили три шайбы. Проявив характер вновь, Алания сравняла счет. 6-6 по итогам основного времени. А в серии буллитов главным героем стал страж ворот нашей команды Лев Князев, отразивший все три броска. Игрокам Алании хватило одной забитой шайбы, чтобы стать обладателем главного трофея. Ну, конечно, напряжение было очень-очень-очень сильное. Во-первых, ответственность. Я не думал, что матч закончится с ничейным счетом. И когда уже понимал, что ничья, здесь, конечно, все зависит от вратаря. Только от вратаря. Бронзовые награды везли хоккеисты Клуба «Союз» из Ставрополя, оказавшись сильнее Таганрогского торнадо. Высокий уровень проведения турнира отметили и заслуженные хоккеисты Андрей Николишин и Сергей Мыльников. Кстати, перед решающими поединками мастера спорта провели мастер-класс для подрастающих мастеров. Неплохое состояние, нормальный дворец. Я думаю, что он соответствует тому, что для Владикова Каза пока нет. Но я думаю, что есть руководство, которое недалеко стоит. И постарается, наверное, еще помочь для детишек построить еще дворцы. Прямо на глазах меняется все. И очень приятно, что два года назад еще мы не представляли, что будет хоккей в Владикавказе. А сегодня мы уже привыкаем потихоньку к победам. И успешное выступление на спартакиаде российской любительской лиги. И вот сегодня здесь уже второй раз турнир проводят серьезные команды из Волгограда, Ставрополя, Таганрога. И, конечно, приятно, что наши ребята в такой упорной борьбе проигрывали 3-0, выиграли сегодня. Лучшим бомбардиром турнира стал наш снайпер Александр Канцуров, а Лев Князев признан лучшим вратарем. Победа в Кубке Алании стала для Владикавказских кудесников льда уже вторым крупным титулом за месяц. В розыгрыше ночной хоккейной лиги в Сочи Алания завоевала серебро. Успехи наших хоккеистов становятся регулярными, что еще больше стимулирует к новым победам маленьких ледовых бойцов. Республиканская станция переливания крови часто обращается в нашу программу с просьбой, как можно чаще освещать донорские акции, так как это действительно способствует увеличению роста доноров. Недавно выездная бригада службы крови отправилась в Беслан. Подробности узнаете далее. Уже в 9 часов утра в мобильной станции переливания крови собрался не один десяток желающих помочь людям. Айда Хасонова – первый донор. С ее легкой руки и начал работу персонал своеобразной амбулатории на колесах. Сдаю я не первый раз, поэтому сдаю каждый год, когда приезжают. Стараюсь во всяком случае. Просто для того, чтобы, может, как-то помочь кому-то, нуждается. По инициативе администрации Правобережного района акция проходит как минимум один раз в три месяца. Жители Беслана и других близлежащих населенных пунктов считаются главными поставщиками крови передвижной лаборатории. Людмилу Плиеву смело можно причислить к почетным донорам. Вот и в этот день она присоединилась к акции «Одна из первых». У нас это уже акция. Мы звоним, они приезжают. И я очень рада, что у нас с коллективом станции переливания сложились такие отношения. И замечательно, что у нас в республике есть такая установка. Эту машину Северная Осетия получила в 2010 году по нацпроекту. Сотрудники мобильного пункта забора крови несколько раз в месяц выезжают в разные районы республики. За время работы передвижной станции переливания крови доноры спасли немало жизней. Персонал этого медицинского учреждения строго проверяет доноров на наличие разного рода заболеваний. Перед сдачей крови каждому предлагают сладкий чай и плитку шоколада, чтобы вдруг в процессе не стало плохо. Больше всего, не в обиду другим городам, нам нравится приезжать в Беслан. Они очень активно сдают. То есть тут история была такая, что как только мы получили эту машину, первые, кто откликнулись и сами пригласили, это был город Беслан. С каждым выездом передвижной лаборатории все больше новых лиц желает помочь людям. И в этот праздник доноры радуются прежде всего за тех, кому смогли спасти жизнь. Да и бояться особо нечего. Врачи говорят, что циркуляция крови даже полезна организму. В день города проливные дожди уже становятся привычным для Владикавказа природным явлением. Большинство праздничных мероприятий пришлось перенести на другое время. Но все-таки фестиваль остинских пирогов и остинского сыра состоялся в назначенный день. Наша съемочная группа, как мы и обещали, побывала на конкурсе и даже узнала маленькие секреты правильного приготовления пирогов. Накануне Дня города стояли погожие и жаркие дни, но неожиданно вдруг похолодало и полил дождь. Казалось, праздник придется отменить. Администрация Владикавказа ввиду неблагоприятных погодных условий вынуждена была перенести большинство праздничных мероприятий, за исключением концерта с участием звезд российской эстрады на стадионе «Спартак». И все же, фестиваль осетинских пирогов и осетинского сыра состоялся. Время и место проведения фестиваля было выбрано не случайно. Надо заметить, что и число, и география участников конкурса сыра увеличились. К примеру, в Северную Осетию привезли свою продукцию сыроделы из Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Дагестана. И пусть среди предложенных ими сортов не значился осетинский, но технология приготовления во многом была близка. Почетными дегустаторами сыра и пирогов выступили гости из города-побратима Владикавказа Болгарской Врацы. Осетинский сыр приобретает все большую популярность в России. Как отметили в администрации города, такой конкурс позволит не только выявить лучших сыроделов, но и создать условия для установления деловых контактов между производителями и торговыми предприятиями Северной Осетии и других регионов. Праздник всегда замечательный, а когда вот такой праздник, как День города Владикавказа, это, конечно, бывают особые дни. Они не только сегодня, подготовительная работа большая была, и я думаю, что нам совершенно не мешает дождь. Он нас проверяет на прочность к любви к родному городу, и мы выдерживаем эти испытания, поэтому мы ничего не отменяем и будем все делать, как вы это планировали. Конкурс проводился в двух номинациях – осетинские сыры рассольные без созревания и осетинские сыры рассольные зрелые. Определение качества образцов производилось по нескольким показателям. Это вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет. В каждой номинации предварительно были отобраны 10 образцов с учетом рисунка и цвета. И первое место в номинации «Свежий сыр» – Чельдиев Казбек. Победитель против противополучить свои призы. Фестиваль пирогов собрал огромное количество зрителей, которые с нетерпением ждали момента дегустации. И здесь был каждый за себя. Об этом говорят расстроенные ответы детей, которые признались нашей съемочной группе, что ребенку самостоятельно подойти к палатке и попробовать что-либо было практически невозможно из-за большого скопления людей. Сколько же пирогов сделали? Много. Как вы считаете, такие фестивали нужны? Да, и почаще. Очень хорошо. Я рада, что люди радуются. Что настроение хорошее. И у них, и у нас. По условиям фестиваля пироги пекли строго в рамках традиций. Для этого были предоставлены жестяные печи, которые топились дровами. Начиная с замеса теста до обмазывания маслом готовых пирогов, все проходило открыто. И каждый участник действия имел возможность вкусить эти истинные деликатесы осетинской кухни. Кулинары не ограничивали свободы действий, но обязательным условием для каждого участника было испечь три пирога с сыром и один пирог с мясом. Умение печь пироги у осетинских женщин, что называется, в крови. Это были самые заметные новости уходящей недели. Забегая вперед, скажу, что в следующем выпуске Iron News вы узнаете о наших остинских бурановских бабушках. Мы побываем на их репетициях и проверим, смогут ли они составить конкуренцию российским звездам Евровидения прошлого года. Также в новом выпуске «Механический синтезатор». Такого вы еще не видели. И как обычно, пишите ваши предложения, делитесь интересными новостями. Все это присылайте нам на электронную почту или звоните по номеру 54-26-73. И мы обязательно об этом расскажем и покажем в нашем следующем эфире. Хороших вам новостей и увидимся на следующей неделе.